О демонии Мейода существует достаточно большая основательная литература. В которой вопрос об этимологии этого слова, кажется, был основательно решен. Этимология слова восходит к индивеевропейскому этимону и имеет близкие балтийские соответствия. Однако, я имею в виду статьи Григория Андреевича Ильинского с краткой характеристикой «Пришествующих взглядов» Уты Дуковой в последней книге, переведенной на русский язык о болгарских названиях демонов, статью в этимологическом словаре славянских языков Олега Николаевича Трубачева. Но вместе с тем эти взгляды принимаются не абсолютно, и из других версий остается популярная версия мнения Атанаса Трифонова-Ильева о том, что имя Юда, цитирую, стало нарицательным именем от обобщения собственного имени Иуда Искариотского, то есть путем апеллитивизации онима. Как демоним Юда представлен в двух славянских традициях, болгарской и гуцульской, то есть одной из западноукраинских традиций. У болгар Юда это злое мифическое существо женского пола, которое живет в горах и носится в виде вихря. Это дух воздуха, она парит над землей. Очень важные положения, а я подчеркнула в тексте, это мое возделение, они способны вызвать вихри, поднять человека в воздух и бросить оттуда вниз, поразить человека болезнью. У гуцул Юда это в первую очередь черт, вот контекст ангел сидит, сидит ему на правом плечо, а Юда на левом. Юда это старший черт-дьявол, и Юда есть в словаре Гринченко, словаре украинского языка, но тоже со ссылкой на Шухевича. Да, не сказала, что слово у болгар, слово распространено прежде всего в родопах и на юго-западе болгарского языкового ареала, хотя в фольклоре встречается по всему болгарскому ареалу. И широко распространено в значении буря, вихрь, сильный ветер. Большое количество вариантов украинского слова обозначает не просто черта, а черта летающего, то есть воздушного демона. Причем это может быть и олицетворение вихря, и сильного ветра, и души заложенного покойника, и демона-обогатителя, то есть такого демона, который приносит деньги, молоко, умение играть на инструментах и так далее. Городовника, то есть демона, который водит городовые тучи, и просто змею. Коротко пробежимся по этим контекстам. Витер – седух божий, а буря – седух юдий. Как приближается буря, значит, сжигают такой кусок старого сала, чтобы вот этот запах отгонял бурю. Ведвертая буря – седух юдий. Ну и третье – полное соответствие болгарскому, вот третий вариант, вот здесь, пардон, сейчас покажу. Ухопать его юда у гору, вержи им аж у третий село. Юда как душа заложенного покойника. Опять же, по данным Шухевича, юда получается из умерших некрещенных детей, то есть выкидышей, которые 7 лет летают, они не могут покинуть землю, их надо окрестить, то есть имя наречения произвести, тогда они смогут покинуть вот это пространство, они застряли между небом и землей. Юда – это демон-обогатитель. Оказионально в украинском встречается хованец. Контекст самый традиционный. Курица сносит яйцо, яйцо носят подмышкой 7 дней, или там 12, или даже 40, это время не молятся, не ходят в баню, не в церковь, не стирают, иногда даже не разговаривают. И потом, значит, такой чертик вылупляется, который делает все, что хозяин захочет. Юда-городовник – это черт, который управляет Борей, называется чернокнижник, но эти чернокнижники в чане юды, не хотят пустить дождь на землю. Вот это очень интересно, я прокомментирую позже, ученые юды. Ну и юда как некий дух неопределённого вида, который водит в лесу, заманивает, препятствует возвращению человека, когда человек просто блуждают. В других традициях это блуд или леший. Ну и юда-змея тоже единожды встретилась, опять же, у Шухевича, что вот то гадена юда, чигая на дереве, тазависится на голову. Как в болгарском, так и в гуцульском юда, как всякий мифоним, очень часто используется в фитонимах, как название растений. В гуцульском это цветок папоротника и рябина. Ну рябина уж тоже понятно. Дерево, широко распространённое в балтийских традициях, как дерево, прогоняющее чёрта. Вот в Шермукшине Лазда встречалась, встречавшаяся в Балдараге Малунас. А у болгар это мятлик, это вероника, лекарственная травка, живучка и, наверное, некоторые другие. В других славянских языках юда имеет иные значения, хотя его однокоренные семантически согласуются с рассмотренными выше болгарскими и гуцульскими. А некоторые из них имеют и мифологические коннотации. Это в первую очередь русское чудо-юда, только в этом сочетании. Это сербо-хорватское юда-тисе, вести себя раздражённо, нервозно. Это сербо-хорватское юда, плаксивый, обидчивый, болезненный. И, как указывает Уте-Дукова, это полностью соотносится с болгарским юдом. Что слово юда должно было существовать и в сербо-хорватском, то есть шире, чем болгарский ареал. Ну и другие. Это болгарское юдя, манить словацкое юдич, наговаривать польское юдич, подстрекать, соблазнять юдити. И всё со значением хитрить, подстрекать, возбуждать вражду. Ну и славенское тоже. Интересно, что в других украинских диалектах юда, как субстантив, представлено, но с другими значениями. Вот в Полесском юда, это плохой человек, в Буковинских, хотя тоже западноукраинские говоры, это тоже подстрекатель такой, подговорщик, в русинском юдите склонять к греху, тоже подзуживать и так далее. Этимология слова юда признаётся следующей. Хронологически первым указал на неё Ильинский, он сближает это слово с литовским юсти, начинает двигаться юдити, двигаться, шевелиться, юдус сварливый, юдимас и так далее. И второе гнездо балтийских слов, соответствующих, литовских слов даже, нет, балтийских, простите, соответствующих болгарским фонетически и синонимичной по семантике, это яуда, обман обольщения, яуда, сила, могущество. И он считает, что семантически возможно отождествление болгарской юды с балтийским яуда, тем более, что образованные от имени яуда глаголы яуденты, возбуждать, совпадают с болгарским глаголом юдя и польским юдич в рассмотренных значениях. Аналогичная этимология представлена в этимологическом словаре славянских языков, где вот эта славянская юда возводится к индоевропейским двум корням, и характер ударения на это указывает, и родственные литовские указываются почти те же самые. Утедукова, один из составителей болгарского этимологического словаря, в своей книге о болгарской мифологической лексике, тоже говорит о том, что юда имеет точное соответствие с литовским яуда, яудус, яуденты и другими. И второй вариант этимологический словарь украинского языка отстаивает ту же версию, единственное, что для польского юдич допускается заимствование из восточнославянских, что вряд ли. Этимологические слова русского языка, как я сказала, дают это единственное связанное сочетание и тоже приводят индоевропейские соответствия. Таким образом, болгарская юда, природный дух вихрь, имеет надежные сохранившиеся в производных соответствия только в сербо-хорватском языке, и опираясь на них, считает Утедукова, можно реконструировать праславянский диалектизм юда, а вихрь и демон женского пола, который вызывает этот вихрь. Общий генезис славянских и балтийских слов следовало бы рассмотреть особо. Семантика славянских мифонимов не противоречит семантике литовских родственных слов, то есть и в значении юда в болгарском, как дух воздуха и ветра, и черта в гуцульской традиции, который по народным представлениям летает в вихре и вообще демона, это черт. Надо сказать, что черт вообще в славянских языках это такое общее обозначение любой нечистой силы. Вспомним хотя бы домовой черт, водяной черт, и не только нечистой силы, но и соответствующих характера людей, так говорят, о соответствующем характере людях. Если мы говорим о термине, упоминавшемся ранее в чене юде, то есть о чернокнижниках, то по отношению к черту это было бы странно слышать. Он образован по матрице ученые-ведьмы. Есть ведьмы, врожденные с хвостиками, а есть ученые, наученные. Вот так же и здесь. Хотя если перефразировать известную поговорку, чертом же не становится, чертом рождаются. Как можно о черте говорить, что он ученый? Правдоподобность каждой из составляющих гипотез можно было бы доказать. Особо у меня на это нет времени. Скажу только, что совершенно общеизвестно, что часть мифонимов сближается с библейскими, евангельскими, как правило, отрицательными персонажами, особенно если они имеют созвучия. Вот много таких фольклорных материалов приводится и в статье Ольга Владиславовна Белова, в статье Иуда Искариот от евангельского образа к демоническому персонажу. Но я бы все-таки сказала, что наоборот, от демонического персонажа к Иуде, а потом обратно, возможно, и обратно. Не буду зачитывать уже примеры. В своем сообщении я хотела только еще раз напомнить об индоевропейской древности корня Иуд, о его вторичном сближении с именем Иуды, как евангельского персонажа, но и обратить внимание на то, что для выяснения и изучения славянской демонологической лексики индоевропейского происхождения неоценимую помощь оказывает нам Балтийский материал. Благодарю за внимание. Спасибо, это было интересно со всеми вихрями. Единственное, что если продолжать этимологию дальше, то, что вы мне процитировали из Ягрия Николаевича Трубачева, там дальше идет сопоставление и с санскритским юдга, битва, и всякие композиты вполне древние, типа, и в хиштирах, и дальше это связывают и с греческим хюсмине, из хюдсм, с которым не совсем понятно, что делать. Это не простая ситуация с суффиксом. Значит, у нас есть возможность, с одной стороны, поставить все это в ряд, куда попадает криот женского рода, или из криот женского рода, нам его демонстрировали. Значит, явно очень плохое должно быть существо. С другой стороны, у нас имеется идея вихря, вероятно, как столкновение чего-то, что приводит, если мы принимаем вот эти сопоставления за пределами балтославянского ареала. Потому что, в принципе, совсем не обязательно, чтобы из балтославянского что-то похожее на битву вылезало в полном объеме, кроме вот этого чудо-юдо, которое я не стал бы предполагать, что оно представляет собой звукоподражание типа чашки-машки. Мы имеем для чуда этимологию, которую предложил бенминист, связывающую с греческим кюдос. Это внутреннее ощущение воина, которому уже все равно, он знает, что он победит, даже если он помрет тут же, и противник это видит. И вот это вот кюдос, которое очень трудно перевести, но которое долгие столетия путали с клеос, со славой, бенминисту удалось показать, что вот это внутреннее чувство, такая харизма во время боя. Вот это добавление этого кюдос к чудо, тоже как и в греческом кюдос С.О. Соснова, то есть это должно быть древним образованием. И второе, значит, юда, которое хорошо связывается с битвой, то есть здесь имеется вполне семантический параллель. К вопросу о битве и что вы говорили сейчас про греческую традицию, вот Утыдукова, ссылаясь на Королюнаса, пишет, что в семантическом отношении самой точной параллелью для юды является литовская диалектная южная яудра, буря, буря, как столкновение, как борьба, образована при помощи суффикса «р». Продолжение следует...